Скажите, пожалуйста, сколько тогда у него симметрии? Вы, соответственно, понимаете ли вы, как устроена эта группа? Три симметрии. Две. Из какого количества элементов состоит группа симметрии прямоугольной? Три симметрии. Три, видите, уже в ряд. Три симметрии. Три симметрии. Три симметрии. Отлично. Есть поворот на 180. И еще что есть? Тоже действенное. Поворот на 180 градусов в акварицентре. Дальше. Семметрия относительно горизонтального направления и относительно вертикального направления. Замечательно. Скажите, пожалуйста. Группа, которая здесь, из четырех элементов. Я сегодня рассказал вам про группу диетра. Так? Отлично. А вот эта группа диетра или это не группа диетра? Что? Для квадрата группа симметрии состоит из восьми элементов. Вот она, и она не пункт один. Да, это группа диетра. Замечательно. А какая? И какая у нее система образующих соотношений? Н это два. Что? Н это два. Н это два, совершенно верно. Ребята, это группа только не четырехугольника, а двухугольников. Если я вместо прямоугольника возьму просто-напросто отрезок, то на плоскости у него будут те же самые симметрии. А именно, будет вертикальная усимметрия, будет горизонтальная усимметрия, и будет, ну, естественно, тоже есть, и симметрия относительно середины отрезка. То есть, группа симметрии прямоугольника, не являющихся квадратом, это тоже группа диетра. Так, теперь давайте поймем, а можем ли мы все-таки выписать образующие соотношения вот в таком стиле, в стиле R и S? Да. Ответы не можем. Только мы не R в четвертой, а R в квадрате. Ну, S в квадрате у нас всегда, даже 10 минут. И вот это вот соотношение. S, R, кстати, S минус 1, S это одно и то же, по-другому R, R будут писать так. S, R, S это что такое? Это R. Это? R. То есть, она коммутативна. Это пример коммутативных R диеты. Если взять вот треугольник, то уже не коммутативно. Квадрат и так далее, не коммутативно. А если взять всего лишь правильный двеугольник, то там будет... Поняли? Будет крючок. Так. У нее две образующие, R и S. Как на нашем тесте называлась такая группа? Совершенно верно. Только не просто клейник, а у нее двойная зона. Какая? Четверная группа клейников. Это, на самом деле, вот смотрите, из каких элементов она состоит. Она состоит из элемента R, ну здесь это id, да? Из элемента S и элемента какого? R, S. И из элемента R, S. При этом R, S это то же самое, что S, R, да? То есть, у нее две образующие, каждая из них в квадрате дает единицу. Я не могу с собой фунтирую. Иногда я понимаю, что это прямое произведение двух циклических групп, каждый из которых из двух элементов. Молодцы! Решили вы эту задачу. Для тех, кто будет потом книжку читать, это сейчас называлась задача номер 7. Хорошо. А задача номер 6. Пусть у нас есть R, не являющийся квадратом. Какая у него группа симметрии? Ромб, но не квадратная. Две. В смысле? Ну тоже четыре. У него не просто тоже четыре. А у него ровно та же самая. У него та же самая группа симметрии. Почему? Потому что с любым ромбом абсолютно связан, однозначно связан так вот прямоугольник. Понимаете? Ромб дает нам середина из того прямоугольника. Или на ровно субботу можно было связать наоборот в такой прямоугольник. Понимаете, да? То есть по ромбу строить прямоугольник легко, и по прямоугольнику легко построить ромб. У ромба такая же группа симметрий, как и у прямоугольника. Так, давайте теперь посмотрим чуть-чуть в пространстве. Правильно, у него гранита. У него все граниты и угольники, в каждой вершине сходятся пять прямоугольников. Как вы думаете, сколько будет самосовмещений у экосайда? Если вы собираетесь немножко представлять геометрию, то правильные многогранники, безусловно, надо знать. Хорошо, у додекайдера сколько чего? Додекайдер нам легче себе представить. Да. Давайте я пытаюсь нарисовать додекайдер. Додекайдер – это вот что такое. Представьте себе… У него двенадцать граней. О, золотые слова. У него… Это пятиугольник, а потом к нему еще пятиугольники добавлены, и это будет половина. Представьте, вот у него грань пятиугольная, к ней примыкают пятиугольные грани, да? И это половина. И это половина, да. Давайте я пытаюсь нарисовать. Вот история вот такая. Понятно я это объясняю? Вот такая штука – это половина многогранников. Соответственно, в ней сколько грани? Шесть. Чтобы нарисовать весь многогранник, на самом деле, надо вот здесь еще продолжить. И вот то, на чем он стоит – это тоже такая нижняя грань. Ну понятно, что у меня грани стали разные, потому что я его так размазал, да? Итак, стоит он на грани. Здесь вот у нас пять штук, здесь пять штук и здесь еще. Сколько у него всего грани? Двенадцать. Двенадцать. У додекайдера грани двенадцать. Так, у каждой грани сколько грани? Пять. Пять на двенадцать – шестьдесят. Но каждый грани входит в два, поэтому на самом деле рёбер тридцать. Так, у каждой грани сколька вершины? Пять. Пять на двенадцать – шестьдесят, но в каждой вершине сходит в три. Поэтому надо 60 пополам. Значит, вершин сколько? Вершин? 20. Можно по формулилиру. Важно, что уже по счету. Главное, что вы вспомнили, что пятиугольник, да? Отлично. Это до, де, ка, эд. Ребята, так вот, не краса. Это получается так. Надо у всех этих грани отметить в центре. Ну, и у всей большой визу. Соответственно, когда вы их посоединяете, будут треугольники, в каждой вершине будут сходиться пять треугольников, да, и так далее. То есть у него меняются места. У Икасаэда, у Икасаэда, у него, наоборот, грань 20, ревер по-прежнему 30, потому-то, вот это и просто действует этому, да? То есть у Икасаэда ровно столько же. А вершин 12. Так. Ну, а теперь я уже могу задать опять вопрос. Сколькими способами можно Икасаэда совместить сам с собой? Сколько существует перемещений пространства, которые Икасаэда совмещают сам с собой? Кстати, Дадекаэда, там будет ответ ровно такой же, потому что Икасаэда и Дадекаэда неразрывно связаны. Если у вас есть Дадекаэда, то центр экрана образует Дадекаэдер, а центр экрана Икасаэдер образует Дадекаэдер, а центр экрана Дадекаэдер — это касается. Итак, по этому ряду нужно решить задачу для одного из этих двух граммов. Итак, представьте себе, что вас просят посчитать, сколькими способами и косайтер можно совместить сам с собой. Семнадцать. Тридцать. Сколько? Вопрос, ребята, в пространстве существует такая штука, как симметрия относительно плоскости. Это невозможно сделать никаким движением пространства. Вот две мои половинки нельзя поменять. Понимаете, да? То есть никаким физическим движением это сделать нельзя. Но, тем не менее, так же, как мы, когда занимались квадратом, считали, что симметрия существует, точно так же, как существует симметрия относительно прямой на плоскости, так же существует симметрия относительно плоскости в пространстве. Итак, сколько существует перемещений пространства, которые и косайтер совмещают сам с собой? Витя, любой поворот должен проходить через центр двух противоположных. Понятно. То есть вы сейчас собираетесь анализировать, какие там бывают движения. Вы обязательно запутаетесь. У вас под рукой нет модели, поэтому вы обязательно запутаетесь. Подсказка. Это совсем никакой. 120. Даже не нужно ничего рисовать. Вот этих вот чисел достаточно. 120. Математика. Почему? Потому что... Что это такое? Ребята, в математике есть такое понятие флаг. Никогда не задумывались, что такое флаг? Из чего он состоит? Из материи. Правильно. Половнище. Еще раз. Зафиксируйте на вершине. Я посмотрю, какие бывают. Флаг состоит из половнища, древка и... Ну и будьте заготовы нервы, да? Итак, точка, отрезок и точка. Неплохо. Правильно? Замечательно. Как себе представлять их касаемо? Максим уже начал говорить. Любую из 30 вершин можно объявить, что в нее переходят вершины, да? То есть сначала вершины обозначим А, В, Ц, Д и так далее. В вершину А я смотрю, и для нее сколько вариантов? Куда она может перейти? В вершин сколько вы касаемо? Однадцать. У и касаемо двенадцать вершин. Отлично. После того, как одна вершина перешла, сколько у нас из этой вершины выходит вершин? У и касаемо из вершин выходит сколько вершин? Пять. Пять. А сколько существует на правильном пятиугольнике? Десять. Значит, ответ получается какой? Еще раз. Вершина переходит в любую из двенадцати. После этого надо разбираться с пятью отрезнями. Это можно сделать десятью способами. Сто двадцать. Сто двадцать. Сто двадцать. Скажите, пожалуйста, а сколько из них меняют ориентарные пространства? А сколько не меняют? Половину меняют. Половину меняют. Половину меняют или не меняют. Значит, сколько не меняют? Шестьдесят. 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 Ребята, а это очень интересно, естественно. Знаете, почему это интересно? Потому что сто двадцать это пять факториалов. Группа всех симметрий, группа всех 129 симметрий дегасайдера, ну, то же самое, такая дегасайдер, это симметрическая группа на деле, а группа тех, которые можно сделать в пространстве. Группа всех реально осуществимых, группа всех сохраняющих ориентацию, группа всех сохраняющих ориентацию. Это группа чёрных установок, действительно, если вы возьмёте эгасайдер, то группа всех его самосовмещений состоит из 120 элементов не случайно. Это и есть та самая С5. Вы помните, да? Перестановка 5 элементов. 5-5. А если вы возьмёте только те, которые сохраняют ориентацию, то на самом деле это в точности будет группа А5. Пожалуйста, запомните эту гипотезу, запомните эту гипотезу, и обязательно нам нужно будет назвать для неё идти. И, честное слово, в книжке всё это доказано, и это легко, красиво, замечательно. Может быть, даже кто-то из Лос-Ан-Т, и очень тяжёлый.